Лёшечка, что это? Тебе пришло? Тебе? Лёш? Да, это Лёшка. Коробочку получили, да, Лёшка? Это для тебя, Лёшка? Что это, Лёшка? Дай, что ты там думаешь? А ну-ка, дай, потрогай. Ой, какие-то гнай на штучки, Грёшки, для Лёшки. Сейчас будем открывать нам вашу посылочку. Лёшка, смотри. Лёшка, смотри. У нас зайчик, да, будем смотреть. Ой! Раз. Это вкусняшка. Вау. Лёшка, ты представь, скажи сюда, улыбка. Крисмас, да, кончай. Это такая Royal Gun. Лёш, вот эти тебе можно, Ганг. Смотрите, какие. Ой, какие мини. Какая прелесть. А это что-то колбаска? Колбаска какая-то, вау. И вот это, говорит, как... А, нет, ты знаешь, это... Какие прелести. Марципан, Олька. Это зубная паста. У нас как раз закончилась. Детская паста. Какого не знаю? У нас сегодня закончилась. Я говорю, вот высылаю такие вещи, как будто, да? Как будто в точку попадают. Зая. Чувствует, смотрите. Оленька, ещё одна. Смемал, Apple Taste. Зубная. Это яблочная. А это у нас Трофбори. Скати. Ну-ка, это Алекс. Зайчичка. Смотри, что ему. Разукрас. Apple Tooth Face, help to protect and strange taste. Скати, from Slovenia Face. Спасибо большое. Ну-ка, это сэнгембук. Желатин, да. Royal Gams. То есть они конфетки, они мягкие. А вот это что-то? Это марципан. Это chocolate. А, он шоколадный, да, марципан. Это город нам откуда прислали. Из Словении. Почему? Потому что, зайчик, ты можешь... Олька, вот эту картинку вообще... Нет! ...делать. Скати. Да посмотри, beautiful, Словения. Сити, да? Подожди с Катой, Лешечка. Пошел у тебя. Лешка теперь котикам показывает, да, Леш? Кота. Это бабушка, да, положил кейкат? Ну. Открыточку нам присылали. Спасибо вам большое. Thank you. Ой. Мы сейчас будем пробовать с Лешечкой вашей вкусняшки. И вот эту Мишку, Мишку. Шоколадный. Спасибочки вам огромные. Сейчас мама первая сделает пробу. Такие они классенькие. Маленькие. Прям даже жалко, если честно, их есть. Ты супчик начал должен скушать. На, посмотри. Жалко даже их кушать. Да, топ-топ-топает. Мишка косолапый. Мама, топ-топ-топ. Топ-топ, привет. Ты папа. Ты папа, Мишка? Угу. А я мама, Мишка. Здравствуй. Шоколад очень вкусный. Я помню, в детстве Леш такой кушала. На Новый год такой вот. Я сейчас кушаю, у меня прям ощущения и воспоминания о Новом годе именно. С детства пошла. Мне мама что-то покупала. Я не помню, что именно. Но шоколад очень вкусный. Нет. Вот он пришел, работник. Заказ пришел с Амазона. Это как, знаешь, грудничков вешивают на эти слинги или какая-нибудь там. И вот идет, получается, вот так вот. Ой. За трос. Я думаю, такой трос мне его держит. Иван с подушкой, да? Белая. Белая подушка? Да. Вот здесь ходим. Ребятки, всем привет. Всем миру. Мир. Еще и спина болит у меня опять. Но мы все равно пошли гулять. Я уже не могу без движений. Не могу. Мне надо двигаться. Может быть и спина пройдет, а может и нет. На улице погода такая. Сегодня ночью очень было холодно. 70 градусов в квартире. Замерзли прям вот тут прохладно. Тут потому что окна такие тонкие. И в них все дует. Понятно. Ребят, уже так идешь-идешь, а... Я как лошадка уже делаю. Тепло. Солнышко-то печет. Еще Лешка тяжеленький с колясочками. Нагрузка. Ой. Вот так вот здесь дома продают. Вот такие вывески. For sale. Имя агента. Honey, stop the car. Pool. You will love this place. Очень много домов стало продаваться после урагана. Ой, смотрите, какая птичка. Это Тютира сказал, их здесь называют дав. Это как голубь. Дав. 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 Ой. И это кот. А это дядька и собак возит. Мяу-мяу. 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 Смотрите, какая красота. Так, Крисмас уже подготовились. На оленях мы помчимся и мы поедем. Видишь, Санта-Клаус сидит. Олени его везут. Вот он мне подарок привезет. Представляешь, дедушка такой. Хотел я вам сказать, что у нас там идеальная семья. Такие классные, такие классные, хорошие мы, но мы обычные, как и все. Мы тоже ругаемся. Просто я на показ я же не буду снимать наши ссоры, скандалы, трусы нижние, белье, все эти темы. Вообще, я такой человек, что если даже есть чем-то, грубо говоря, похвастаться, я не буду хвастаться. И наоборот, я не люблю жаловаться. Мы так же ругаемся, как и все. Слава богу, мы и не деремся. Это я к тому, чтобы вы не думали, что все так идеально и круто. Очень сложно нам дается эта адаптация. Грубо говоря, можно сказать, отношения сейчас наши семейные испытывают. Проверку очередную. Ребятки, спасибо вам за посылочку вчерашнюю, вот у них вкусняшки. И вот скажите мне, пожалуйста, вот органический органик пасты, да, ну, эти макароны. Вот чем они отличаются от неорганических? Я сегодня попробую вот на ужин сделать типа такого, и интересно, чем отличаются и чем нет. Ну, в общем, не знаю, вот я не верю вот в эту. Для меня это органик, неорганик. Органик это как просто, знаете, модно. Вот дань моде и все. А вы что думаете по этому поводу? Напишите, пожалуйста. Что это у нас проснуться тут? Я уже макароны сварила и спроснуться успела после прогулки, пока Лешек спал. Ну, вообще спит мало, где-то час, час пятнадцать. За это время ты ничего не успеешь сделать. Ну, конечно же, я так и знала, что будут такие комментарии, когда Лешечка, мама твоя, жалуются. Кто-то там пишет у кого-то, чего-то, справляются. Ну, отлично. Флакуем в одну, в пятое место, точку. Да, скажи. А вы бы так пожили, как у меня железочка в спине, с каждодневными болями адскими. И ты стараешься это все равно перебороть как-то. Через себя встаешь и делаешь дела, и продолжаешь жить, и при этом улыбаешься. Я стараюсь всегда самонастрой делать, потому что это работает. Я никогда не позволю своему организму съесть меня. То есть я всегда говорю то, что нет, нет, я сильная, и я справлюсь. И поэтому всем здоровья. Что еще хотела сказать? Да, то, что я хочу Москву и скучаю. Конечно, я буду скучать по тому образу жизни, который был все 30 лет моей. И тут резко он взял и поменялся. У меня все было. Было в плане и материальном. Когда у тебя все в материальном плане тоже стабильно, ты, соответственно, меньше нервничаешь. Здесь же ты приезжаешь, сколько у нас, 17 тысяч долларов было с собой на семью, это вообще копейки. Это наш выбор. Вы не переживайте, все наладится рано, не поздно. Мне кажется, вообще в каждой семье, если человек не ругается со своей второй половинкой, то эмоций, каких-либо чувств уже нет. То есть у тебя происходит равнодушие к человеку. Бабла нет. Какая черная пятница? У нас на еду там осталось копейки какие-то несчитанные. У Лешки еще зарплаты ведь же не было с новой работы. Поэтому вот так ты начинаешь нервничать, переживать. Почему же мы живем в США? А пусть это останется загадкой для тех, кто так пишет. Если так все плохо, почему вы живете в США? Это будет у вас под вопросом. Кстати, не забывайте, у меня же есть из Твита, сайт из Твита.ру и инстаграм из Твита. Там можно заказать American Surprise Box. То есть я собираю коробочки, точнее сюрприз. Подарок из Америки. Вы мне говорите свой возраст, пол, кому отправить. И вы не знаете, что внутри. И единственная доставка, цена доставки очень меня пугает. И кто хочет заказать, тоже пугает. А я сейчас покажу вам, как я сделала свой зонтик. Он, конечно, мятый. Света мало, мало света уже. Время 4 часа. И уже темно. Ну как темно? Для Флориды уже темно. О, я сейчас подниму зайчик. Зайчик кушает пирог. Зайчик побегачек. Итак, купили маркеры. И я хочу попробовать обвести. Сделать контур на этих листочках. Сейчас хотя бы один листик обвести. Потому что времени уже нет. Надо ехать в магазин. А после магазина на площадку детскую. Вот один листик обвели, но он еще, видите, не высох. Ну и все, на остальные листики времени нет. Немножко спала очки, надо взять, потому что солнце. А вот зонтик издалека вот так смотрится. А издалека красиво, конечно. Хочет съесть ваши кэнди. Мы с собой его взяли. Придется ему дать пару штучек. А я сейчас еду в Волгринс. Мне надо купить. У меня всего лишь 30 баксов. И надо уложиться. Хочу лосьон себе для лица купить. Потому что у меня от нервов, от стресса. Сыпь пошла какая-то непонятная. Причем это не прыщики даже, а просто сыпь. Ну я все экономила. Думала, не буду тратить деньги. Но сейчас придется. Я просто снимаю реальную жизнь адаптации в новой стране. И как я выгляжу снимаю. И что меня беспокоит. И мне все равно, кто мне что советует. Это моя жизнь. Ребята, поверьте мне. Я показываю то, что есть. И как, кто там переживает. Это у всех все индивидуально. У меня вот так это все происходит. Я поняла одну такую вещь, что в Америке больше нравится тем, кто приезжает из провинциальных городков, из деревень, из поселок, из областей каких-то. Конечно, после Москвы, я не хочу сказать, что здесь прям, ну как-то прям сильно отличается. Да, здесь просто ты чувствуешь себя более безопасней. Как-то, ну, открыто ты можешь свои мысли по любой теме, по политической другой теме высказывать. Тебя никто не придет, не арестует и не закроет. Вот. И поэтому здесь в этом плане, конечно, да, это плюс. Но жизнь после Москвы, ну, она... Это не то, что даже маленький город. Я говорю, мы думали переехать в большие города, но... Там грязно, там больше криминала. Поэтому нет. Настоящая Америка уж, если уж жить, то вот в такой Америке. Ну, конечно, чуть-чуть поживее надо после Москвы. Вот он, наш Волгринс. Приехали, Волгринс. Хорошо, он рядом с домом, да, Леша? Да, амертельный нет. Ну, мы потом сидим. На Крисмас, да, всякий прикольный. Смотри, четыре штуки за пять долларов. Мам. Мам. Вау. Вот за них, я вам говорила, пользуются антисептик для рук. Сколько он стоит? Четыре штуки за пять долларов. Это недорого. Мой. Глазки, глазки мамины, любимые. Мамин. Да, что это такое? Это мыло? Да. Долларов такая корейская маска. От мамы не уходи, Леша. Вот, вот это вот мне надо. Иди сюда. Так, теперь ищем, а его и нет, да? Так. Пять двадцать девять за три мыла. Ребят, вот эта вот штука очень классный. Стик за восемь семьдесят девять. А, Клин Синькоин. Да, есть. Да, такая есть, точно, ты прав. Ага. Ух ты, классный чемодан, кстати. А у меня в Москве такой похожий. А сколько он стоит? Три. Три доллара всего? Да ладно. Видите, какой помощник. В общем, нет. Это Барс Бис для проблемной кожи. Вот есть Африкан Блэк Солп. Двенадцать долларов. Вау. В итоге, короче, что мы купили? Два таких Бэйби Сан Крим. Сан Скрим. Ну и Крим. Они стоили пять долларов за две штуки. В итоге взяла вот такой вот тонер для лица. Он стоил девять семьдесят девять. И вот такие вот пёсики. Два доллара. Эти пёсики пойдут в сюрприз Американ Бокс. И тебе один, да. И вот один в бокс пойдёт. Коробка сюрприз Американ Бокс. Две штуки за три девяносто восемь. Восемнадцать семьдесят семь. И с таксом двадцать долларов. Вот эти все. Лёшка говорит, что ты хочешь в большую ванну? Вот там мой. Там, говорит, был большой дом. И там мимо проехали. Большую ванну, понимаете? Здесь в американских домах, даже квартирах, что в домах. У них у всех маленький ванн. Что-то полицейский стоит, и дядя сразу уходит. Он стоял на дороге, деньги собирал с табличкой. А полицейский, он там на светофоре стоит, сюда на поворот. И он сразу убрал табличку и уходит. Он смотрит на полицейского. Убегают. Сейчас такая ситуация была приятная. Перед нами в Волкринске на кассе стояли дедушка с бабушкой. И у них корзина целая была, полная подарков. Он мне говорит, проходите. Говорит, у вас всего лишь там несколько, пару вещей пропустили нас. Потом с Лёшком там уже поигралась кассирша бабушка. Ну, у нас тоже есть такие люди, вот честно. В Москве, я помню, там тоже кассиры с Лёшком все. И то конфетки ему подарили, то наклеечки. Смотрите, как красиво. Небо, да, какое и луна. Смотрите, как красиво. Кассирша, класс. Вау. Красота, но это всё равно всего не передача. И луна. И луна светит ясно. Лёшка говорит, во, ням-ня. Сейчас проверим, во или него. Вы не запотели? Вы чувствуете этот аромат? Курочки с чесночком. Время 7.02, Лёшки ещё нет Наверное, будем одни кушать Потому что он даже не пишет, что едет с работы Лёшка такая умница Сам, я вот так горжусь им Он сам сидит и собирает Пока курица каталась, пока мама там что-то бегала Сам гараж собрал для машины С маленького Олега мы перешли на большой Да, Лёш? Миш! Он спит Повесил-то опять Какой ты молодец Я бы сказала, Лёш, не потеряй, на Новый год повесим Молодец! Пусть здесь висит и будет у нас настроение А потом поедем за ёлкой За маленькой, да? Вот наш ужин с Лёшиком Такой вкусненький У него рвиолики со сметанкой Он их любит очень Лёшка говорит ему, Пеппа, я говорю, нет, Лёша, сегодня смотрел Пеппа Много мы не смотрим Голова станет квадратной Нет Всем приятного аппетита И нам приятного аппетита, и вам У меня такое ощущение стало, что когда я кушаю животных Это мясо, либо фарш, поэтому я сейчас редко покупаю Лёшку в суп только накладываюсь из говядины и свинины Ощущение я просто представляю, когда режу тут животных И я кушаю вот это вот мясо, и мне вообще неприятно Не знаю, почему, может быть, мне стать веганом Не балуйся И мама не балуется, всё, мы ушли Вкусненько покушали, сейчас у нас какао будет на очереди с вашими вкусняшками Не думайте, что если я не снимаю те вещи или там сладости, вкусняшки, кто нам насылал Мы не вспоминаем про вас, мы очень вспоминаем И каждая вещь даже, которая вот просто лежит Ты её не используешь, вот нам присылали, например, костюмы Ну там маски, плащи Мастером периодически его надевает, Лёша как играется И мы вспоминаем вас, даже если они лежат там Спасибо вам огромное за это Ещё вот хотела сказать про сахар, про сахарный песок Пакет песка, сколько там грамм? 400 Мы купили его в феврале, то есть на 9 месяцев В Москве я покупала намного чаще песок, то есть сахарный Песок мы ели, получается, в Москве чаще, чем здесь Я не знаю, почему здесь Здесь реже пьёшь кофе, чай, в основном воду Либо соки, ну соки я тоже почему-то вот эти вот химические не люблю Здесь в Америке я говорю, либо всё слишком солёное, либо всё слишком сахарное Такое химическое Теперь у Лёшки будут такие игрушки, пульты, да? Как твой второй рабочий день? Лёшка уже не учится, он сам работает Да, второй рабочий день Было очень сложно, чтобы были Адаптируешься уже, нет, потихоньку? Да, лучше, лучше Да И сейчас Знаете, что Лёшка говорит, что техподдержки, ну на его работе, не узкие себя, а то тогда понаехали Есть техподдержки Есть техподдержка компанией Комкаст, есть техподдержка компанией Джейл Две разные компании В общем, сейчас была такая дилемма Папа дам ему за собой тарелку И Лёша сказал ему, нет, это мама делает, понятно? А это не только мама делает, как будет все должны делать А то он уже привык, то что мама с неё стоит, кушеварит и гранится Маска очень хорошая Ох, как я плохо выгляжу Ох, что же само стало? Ох, ничего, есть ботокс Хм, приедем в Москву И здесь делаем И здесь И превращусь Кого? В бабочку Но не в ночную, а в семейную Магнитики Вот ещё в открыточку Кто нам усылает Кто усылает это на память Представляешь, вот так вот Сложная работа вообще-то? Да Она больше физическая или умственная? 50 на 50 Потому что условия разные На стол полезть надо И муравьи могут по ногам ползти И не только муравьи, и змеи ещё Ну, змеи, ладно, они так часто бывают По чердакам у нас приходится И язык всё равно, да, надо знать? Язык нужно вообще-то идеальный Ну, как идеальный Ну, разговоры Сейчас, какой у меня уровень языка Мне его хватает Я думал, мне будет его не хватать Там, где с печерами разобраться Но именно, чтобы выполнить эту работу, хватает А если какая-то может быть суперсложная ситуация Конечно, я звоню супервайзеру Он по-русски говорит, поэтому мне проще Кажем она по-разному даётся Мне даётся легко Называется Aerial Drap Это когда лезете на столб Подсоединяете кабель Протягиваете его к дому От дома спускаете кабель Ставите разводочную коробку Там всё соединяете Заводите на чердак Лезу на чердак Делал wall fish Wall fish Это когда я на чердаке И завожу вот в эту стену провод Где-то делал розетку На каком-то пределе Где её надо просвелить там Ну да Чтобы попасть в реодина На другую тему ещё Ну по этой же теме Только Про богатых американцев Потому что жадные А, жопничники такие Как и в России И чаевых не дадут В России так же да Ну, бывают люди Конечно, богатые дают в Америке Но это редко Ну, я видел чаевые только три раза Когда я работал с Ладом И когда я работал вчера Сегодня женщина В малом доставке Но она извиняла, что типа мне не может дать Обычно никого никогда не извиняется Не думал, в Америке все типа дают тысяч часа Я тоже думаю Здесь заказываю работу Далеко не все Да, прикинь Процентов 10 мне кажется Ну, это скорее всего официантки Услуги Может быть, да Услуги Ну, они, мне кажется, типа платят за сервис уже И, может, входят в обязанности Ну да Я вот сегодня ещё не посчитал, сколько я заработал Мне интересно самому Но я думаю, долларов 200 минимум точно себе заработал Это за сколько часов получается? Я 8 с лишним только выехал со склада Это, наверное, 8.40 До 7.30 Ну, это сегодня я задержался Но я же не все время работал У меня, например, были промежутки часа Час, наверное Я же поел спокойно Ну да Пока доехал Заехал на заправку Сходил там в туалет Руки помыл Потом у меня был Со второго заказа обратный Отъезд на первый заказ Потому что клиент там Зачем-то подключал другой кабель У компании Звонил потом Он как бы ставит оценки И он сказал, что ничего не работает Я к нему приехал Посмотрел А он кабель просто на туалет Вообще Зачем он кабель передергивал Но я тоже потерял время 15 к нему ехал 15 минут у него там Потом Чуть-чуть минут 10 Мне сказки-то рассказывал Еще Алешка увидел Он обалдел То, что Человек не слышит И у него в голове чип А, вчера был на заказе На одном У мужчины Волосы все растут И он на волосах Висит такой Я не знаю На волосах Или как он держится Такая маленькая Небольшая такая Просто он объяснил Что клиенту У его отца Проблема со слухами Ему нужен специальный телефон У него искусственно ухо Торчит из головы Где-то там на затылке Чтобы он мог по телефону говорить Он не может просто телефон К уху поднести Я так понимаю Мобильный телефон По блютуз подключается И нарисован такой синий И голова человека И там мозг И он подключает И вот он ходит по комнате И у него беспроводная связь С этим телефоном Ну а ты не видел Какие здесь люди есть Леша С ограниченными Они вообще не двигаются Там ручек Ножек нет И они управляют колясками Я видел коляску Такая сделала Из головы Провода тоже Я сидел в машине И меня управлял Электрическая коляска Полностью Здесь все живут У нас так не сможет Человек С такими ограничениями Мне это было с позвоночником Там сложно Есть очень много машин Для людей С ограниченными способностями Да, много То есть человек один Ну у него например Руки Он руками двигает Ногами не может Он подъедет к машине Нажимает кнопочку Открывается дверь Выезжает пандус Он туда заезжает на этот пандус Ну в общем там машина Трансформер И человек с ограниченными возможностями Может сам заезжать И ехать Сам только что сделал Ты видел пока что мы с тобой болтали Что он сделал Ты с крыши сделал Угу Сам И вот так Леш, дай пять Я горжусь с тобой Молодец Олька Олька А папу ты себя называешь папой Пойди Да, почему? Папа Лешка Папа Лешка Я в инстаграме сейчас сделала пост Если кто меня смотрит Есть в инстаграме Напишите пожалуйста там ответ И вы кстати Кого нет в инстаграме Напишите под видео ответ Кто эмигрировал в другую страну Если да То из какой страны города И в какую страну город вы эмигрировали Мои просьбы Просто мне стало интересно Сколько у нас эмигрантов Всем здоровья Всем спокойной ночи